Добрый вечер, уважаемые зрители! Вы смотрите обзор карты боевых действий на субботу, 17 января. Не столь давнее военное обострение на фронтах Новороссии продолжает сохраняться. В Донецке и прилегающих к нему населенных пунктах ночь прошла крайне неспокойно. Артиллерия ВСУ продолжала вести массированный артобстрел северных, северо-западных, западных и центральных районов города Донецка. В подавляющем большинстве удары были нанесены реактивными системами залпового огня «Град». В самом городе фиксируются множественные разрушения. Также, к сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. Ближе к утру возобновились боевые действия между Марьинкой и Трудовскими. Также не стихают звуки боев и на окрестностях населенного пункта Пески. Здесь ополченцы предпринимают попытки выдавить бойцов ВСУ с этого населенного пункта. Донецкий аэропорт также продолжает оставаться под регулярными артобстрелами ВСУ. Артиллеристы ополчения отвечают огнем на подавление. По Горловке ситуация здесь не стабилизируется. Обстрелы города продолжаются. Интенсивность обстрелов растет с каждым днем все больше и больше. Закончились бои с северо-восточнее Горловки. В результате Доломитное взять не удалось. Оно остается пока что под контролем ВСУ. А Травневое находится под полным контролем ополчения. На северо-северо-западных фронтах Горловки ополчение пошло в наступление. На населенные пункты Шумы и Майорск. Прорвавшись через Шумы, ополчение вступило в бой с ВСУ у Магдаленовки. Но попытка освободить Майорск, к сожалению, не удалась. В Дебальцевском кармане баталии продолжаются. Бригада «Призрак» совместно с казаками штурмуют позиции ВСУ в Меусе. Никишинские ополченцы атакуют позиции ВСУ в районе Каменки. Южнее продолжаются бои за село Шевченко. Также артиллерия ополчения активно работает по позициям украинских силовиков Чернухина и Дебальцева. Западные рубежи Луганской Народной Республики. Теплогорск, Первомайск продолжают подвергаться массированным артобстрелам со стороны ВСУ. Ответный удар артиллерии ополчения наносит по позициям Укрвояк в районе Попасной. В Стахановце казаки продолжают сдерживать контр-атаки ВСУ на этот населенный пункт. От Стахановца и до станицы Луганская продолжают свою активную работу артиллерия ополчения. Артиллеристы ведут обстрел на мирных блокпостов вдоль Бахмутовской трассы, а также позиции и точки скопления вражеских сил. Беспрерывным арт-ударом со стороны ВСУ подвергаются позиции ополчения в Новотошковке. Продолжаются ожесточенные бои под Орехово-Донецким. Бойцы ополчения вновь предпринимают попытки штурма населенного пункта. С района трех избенки артиллерия ВСУ обстреливает Славяносербск и Смелая. В районе Счастья и станицы Луганская ситуация более спокойней. Артиллеристы ополчения в этом районе выполнили свою работу на отлично. В Счастье зафиксированы многочисленные потери ВСУ в личном составе и технике. Гарнизон ВСУ в Счастье полностью деморализован. В станице Луганская ситуация аналогична. Небольшие отряды ополчения с боем прорвались в станицу Луганскую. На данный момент там продолжаются уличные бои. На Мариупольском направлении артиллерия ополчения также ведет обстрел при фронтовых позиций ВСУ. Переходить в атаку ополчение на этом участке фронта пока не решается. За те месяцы, пока Мариуполь и прилегающие к нему населенные пункты находились в оккупации, ВСУ здесь сумели возвести довольно мощную оборонительную линию. На этом все. Благодарю всех за внимание. Берегите себя и до скорых встреч.